Приветствую вас, я думаю, что по большому счёту это особенность мужчин, я бы не сказал, что это нормально, потому что, ну, как бы действительно, норма это когда вот мужчина, как вы говорите, кончает и это норма, это норма, вот. Если мужчина не может этого сделать, значит тут есть какие-то проблемы у него, вот. Повторяемость ситуации в данном случае, да, то есть речь идёт о том, что несколько мужчин, не кончили, да, с вами. Повторяемость ситуации говорит скорее просто о том, что вы выбрали, вы выбираете таких людей, да, таких вот мужчин, вы выбираете таких мужчин, которые вот испытывают проблемы. Значит, с тем, чтобы кончить, то есть вы выбираете таких мужчин, я думаю. Вот. И мне, в общем-то, кажется, что вопрос этот, он, по большому счёту, к вам это вопрос, да. Почему вы выбираете таких, именно таких мужчин, вот это уже второй, как бы человек, да, то есть второй мужчина, и я думаю, что здесь есть какая-то случайность, да, да, я не думаю, что это, значит, ну, что это вот какое-то совпадение, я думаю, что у этого есть причины, вот. Правда, какие причины, конечно, ответить нельзя, потому что слишком мало информации. А вот, но мне видится история, мне видится такой, скорее. Вот. В принципе. Тут особо больше, наверное, и не добавить, не добавить особо, потому что нечего сказать больше. Ну, я думаю, что вам нужно будет просто лучше посмотреть на, как бы, своих партнёров, которых ты выбирает. Вот. В частности, для секса. Вот. Чтобы несколько лучше отслеживать то, что происходит. Ну, в целом, в целом, в целом, в целом это, действительно, скорее, ненормально, чем нормально. Тут это подтверждено очевидно. Это факт. Вот. А, конечно, вот, вызывает вопрос, да, Ага. Почему вы подумали, что проблема вас? А, бабы, из-за чего вы подумали, что проблема вас? Эээ, сразу. Вот. Может быть, вы интеллективно чувствуете, что выбирайте себе мужчин такие, которые вот, ну, с димбераментом, возможно, вам уступают. С чем это связано? Может быть, с тем, что вам с ними безопасней? Так. Это, конечно, нужно выяснять, ибо это непонятно. Вот. Ну, пока что так. Пока что так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я думаю, что, в принципе, на данный момент сказать больше нечего, потому что мало информации. Вот. Если вы любите секс, то вполне может быть, если вы любите секс, то есть такая история, что мужчина чувствует, например, ваши ожидания от него в плане секса. Вот. И боится их не оправдать. Это довольно высосанный из пальца аспект, довольно высосанный из пальца плечина. Вот. Но она вполне реальна. Ты че там? С того вот, как вы себя ведет. Вот. Я думаю, что нужно больше заботиться о духовном климате между... ну, между вами, да, вот между... и мужчинами, и вашим партнерами, нужно больше заботиться о духовном климате. Вот. Возможно, некоторым мужчинам больше нужно, чтобы их как-то вот духовно поддержали, а вы, возможно, этому меньше внимания уделяете. Вот. Опять же, все индивидуально. Если какие-то вещи повторяются, то совершенно необязательно, что к этому приводят одни и те же действия. К примеру, мужчина не может кончить, но в первом случае это было что-то одно, да. В втором случае... Может быть, что-то другое. Вот. Вот. То есть, как бы, такая вот история. Вот. Так что, ко всему нужно... Индивидуально подходить. Вот. Выше здесь пытается такое впечатление как-то вот унифицировать. Вот. Меняется ли у мужчины что-то после 30-ти? Нет. Все это индивидуально, исключительно индивидуально. Вот. Как бы, зависит от здоровья человека. Как бы. Так что, нет никакой, какой-то вот связи с возрастом, нет. Вопрос отвечает в том, для чего вы строите отношения с мужчинами. Возможно, вы... Выстраивает их отношения, отношения с ними так, что... Их все подращают. Либо у вас есть какая-то модель поведения, которую вы продвигаете по отношению ко всем, а кому-то это не подходит. И вот последние два мужчины, это именно такая история, что она не подходит, не всем подходит. Вот. Здесь нужно, опять же, вот эти вот, ну, два ваших партнера, двух партнеров нужно исследовать, то есть нужно изучать. Нам будет понятно. Вот. Итак. Значит, нормально ли, если мужчина не испытал сам оргазм? Нет, ненормально. Что-то вот это просто не так. Может, у мужчин после 30 что-то меняется. У всех нет. У всех поголовно не меняется. Но проблемы с этим могут быть те, кому около 20. То есть это не зависит от возраста. Дальше. Как можно не кончить первый секс? Можно, если человек волнуется, перенервничал, или у него были завышены ожидания от секса. Вот. Вы пишите в первый секс, где обычно переполняют эмоции друг к другу, какого не всегда. Иногда эти эмоции оказывают вред, что есть прямо противоположный секс. Поэтому здесь, опять же, вот, ваше желание и стремление всех под одну гребенку свести не выглядит чем-то конструктивным. Поэтому учтите, пожалуйста, данный аспект. Вот. Ну и ваша страстность, еще раз повторю, может подавляться, если она является такой вот лавинообразной. Но, понимаете, аноним, это все из области предположений. То есть то, что вы описываете. Вот. Более точный ответ можно вам дать только после детального анализа ваших отношений. Как вы их выстраивали и так далее. То есть это нужно вас послушать. Зарядок вам уточняющие вопросы, тогда будет уже более понятно. Можно будет дать вам рекомендации, как свое поведение подкорректировать. Скорее всего, чего-то вы не замечаете. Скорее всего, что-то из поля вашего внимания скользает. Я так думаю, что сказать то, что делает мужчина мужчина. То есть вот, понимаете, мужчина чувствует себя мужчиной не всегда секс, а скорее в отношении с женщиной. И, возможно, эти мужчины, с которыми у вас не получилось, точнее у которых с вами не получилось, себя не чувствовали до конца мужчиной мужчинами, поэтому не могли кончить кончить. Вот. Возможно и просто отсутствие сексуальной совместимости. То есть, если вы, например, более на долгое, продолжительное время расположены в сексе, то вот ваш первый партнер нет, который уставал, да, от вашего физической подготовки, видимо, не позволял ему так, ну, как бы быть с вами наравне. Когда вы пишите, что тяжело было ему кончить, что я только не делал, здесь сложно, конечно, не улыбнуться, потому что, а что вы делаете? Вот, значит, он не кончил, а как он это объяснил? Все произошло, да? То есть, в сексе важно разговаривать. Вот. Лучше, если вы, совершенно спокойно, снимаете, спросите у человека, что произошло. Вот. А не так, чисто все, по наличию, по интуиции, в сексе так не всегда работают. Люди все разные. Вот. Надеюсь, какой-то вывод вы сделаете из моего ответа. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали! !? Продолжение следует...